Прошедшие выходные показали, что творчество и креативность ивановских молодых активистов никаким морозам не подвластны. В качестве доказательства они вышли на центральную площадь города и не просто так, а с особой миссией. Несмотря на суровую радость только что прибывшего в наш город Деда Мороза, это действительно чувствуется, столбики термометра уже опустились ниже 20 градусов. Отважные скульптуры осорожают символы наступившей зимы. Всего участникам на создание композиции отведено ровно полтора часа. Посмотрим, на что способна их снежная фантазия. Самим бы только в нее не превратиться. Организаторы допускали вероятность того, что из-за экстремальных погодных условий ребята все-таки откажутся от участия в конкурсе. Именно для этого вчера прошло оргсобрание, на которое ребят предупредили. Они взяли с собой варежки, в кафе организованы теплые напитки, чай, пирожки. И ребята на самом деле здесь совсем не мерзнут, потому что конкурс веселый, задорный. Если здесь участвовать, а не ходить между куч и оценивать, то в принципе здесь достаточно тепло. Самым большим прорывом в организации конкурса оказалась в этом году помощь администрации. Участников обеспечили специальным инвентарем для лепки фигур. А вот история с закупкой красок до сих пор многим осталась непонятной. Помощники сверху наказали ребятам использовать только три основных цвета – белый, синий и красный. И, как говорят участники, доминировала в предложенном ассортименте исключительно белая краска. Остальные цвета пришлось докупать самим. В целом, учитывая символ наступающего года, присмыкающихся вылепленных из снега оказалось немного. Команды выступали за оригинальность композиции. Хоть и на улице минус 20, хоть очень сильно холодно, морозно, но мы решили все вместе сделать эту красивую пожарную машину. Не для того, чтобы показать, что в нашем институте только пожарные машины, а для того, чтобы ребята видели и приспосабливались к этому. Потому что добровольная пожарная охрана, вообще вся наша страна, вся наша структура, мы за поддержку и молодежной политики, и спорта, и развитие всех молодежных отношений. Без патриотизма, но с завидной долей юмора, к заданию подошли участники из молодежной администрации. Символом времени они провозгласили модную птицу популярной игры-головоломки Angry Birds. Она принесла команде второе место. На самом деле, очень трудно было приделать вот этот хохолок. Он у нас три раза падал, нам приходилось бегать за водой, чтобы он окончательно встал на свое место. Также мы еще очень много времени потратили на клюв. Возможно, с первого взгляда и не скажешь, что с ним могли возникнуть проблемы, но мы его несколько раз переделывали. Мы все команды надеемся, что фигура горожанам понравится, и они ее не сломают. Победителем по итогам конкурса стала команда студентов из ИГАСУ. Изначально из хобота Слоника предполагалось сделать горку, но снега на воплощение идей не хватило. Получился Дамба, персонаж диснеевского мультфильма. Теперь он, как и многие другие снежные фигуры, будет радовать глаз гостям и жителям города. Разумеется, до того момента, пока сами зрители их не разрушат. Инна Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.